всем привет привет обратно замечательно я очень рада вас я так понимаю что здесь как кто хотят больше разобраться я буду сейчас записывать спасибо мы сегодня поговорим об одном очень важной составляющей нашего бизнеса о спонсорстве если мы приходим в сетевой маркетинг мы должны понимать что если у нас появился хоть один партнер которому вы рассказали ой сейчас включу запись опять как всегда recording in progress сегодня мы поговорим об очень важном элементе в нашем бизнесе как спонсорство и каждый кто приходит в сетевой маркетинг должен понимать что это очень важно понимать кто такой спонсор и какие задачи у этого человека потому что чтобы построить большую сеть потребительскую чтобы она делала хороший товарооборот а именно товарооборот приносит нам бонусы то есть зарплату чек без понимания задач спонсора будет очень сложно это сделать поэтому вот мы сегодня поговорим об этом и именно поговорим о том как это делать правильно сегодня потому что сетевой маркетинг он уже другой это не тот сетевой маркетинг который я пришла когда-то в 1999 году современный сетевой маркетинг он отличается да есть основы об этом мы уже говорили это фундамент но есть надстройка которая постоянно будет изменяться в соответствии с временем потому что время она меняет мышление людей большинства людей меняется мышление и поэтому мы как сетевые предприниматели как сетевые бизнесмены а наша деятельность связана с людьми мы должны всегда идти в ногу со временем и поэтому он изменяется современный сетевой маркетинг те навыки те методы которые нам когда-то которые мы когда-то изучали они сегодня отличаются вот мы сегодня об этом поговорим я думаю что вы для себя сегодня очень много ценного услышите важного и ценного и самое важное самое важно вы поймете кто такой спонсор и какие у него задачи ну начнем конечно с моего любимого джон дэвиса рокфеллера который когда-то сказал замечательную фразу если у тебя мало денег надо делать бизнес если денег нет совсем надо делать бизнес срочно прямо сейчас ну это как девиз ну сегодня для людей во всем мире это не только в каких-то странах слабо развитых для всего мира сегодня деньги это тот ресурс которого не хватает поэтому сетевой маркетинг почему он сегодня набирает обороты почему на него такой спрос опять-таки если посмотреть в тех ресурсах которые сегодня есть в интернете то мы увидим какой спрос сегодня на этот вид бизнеса потому что традиционный бизнес терпит сегодня огромный экономический кризис мы это видим невооруженным глазом сколько закрывается ресторанов магазинов и так далее поэтому сетевой маркетинг это то что сегодня не спроси почему потому что ты можешь его делать в любом месте мира есть такое модное сегодня модная профессия которая называется фрилансер это тот свободный художник свободный бизнесмен как человек который может с любой точки земного шара главное что был интернет делать бизнес поэтому сегодня такой спрос на сетевой маркетинг и задача сетевого предпринимателя когда он выбрал себе партнера а мы все являемся партнерами компании и пел мы выбрали в какой-то период времени своего мы выбрали этого партнера потому что мы услышали о преимуществах потому что в сетевом маркетинге огромное количество конкуренции сегодня тоже большая конкуренция и правильно надо сделать выбор чтобы не тратить время зря деньги зря усилия потому что время для нас это жизнь это не просто время это жизнь а если мы говорим о тех кому за 50 то экспериментировать чего-то пробовать у нас уже нет времени хочется уже действительно выбрать компанию надежную и уже вкладывать свои усилия потому что ну и деньги но и усилия время вкладывать и ты наверняка будешь понимать что ты работаешь вот у тебя надежный бизнес-партнер и в первую очередь который и продукт вовремя обеспечивает продуктом своих партнеров и клиентов и вовремя выплачивает бонусы и так к вам пришел партнер то есть бизнес-партнер мы сегодня говорим о бизнес-партнерах не у клиентов это тот человек которому вы если вы рассказали ему о возможностях компании он сказал да я тоже хочу то есть человек пришел не на продукт а на бизнес и вот здесь очень важно и первую очередь это ваша задача проверить этого человека я в свое время потратила очень много времени на на то что я мгновенно ехала только только человек мне говорил да я хочу денег я все бросала я ехала в другой город я сидела там неделю а то и больше я проводила презентации то есть я как спонсор этого человека помогала ему построить структуру значит сделать товарооборот чтобы он получал бонусы но когда я уезжала все затихало никаких не было действий не было и так прошло очень много лет пока я не встретила своего коллегу психолога который мне сказал прямо когда он меня встретил в киеве уставшую перед этим я не спала две ночи с дороги уставшая и он меня спросил ты очень мне он мне сказал ты очень плохо выглядишь что что такое ну я ему рассказала чем я занимаюсь и он мне сказал такую фразу и ты что вот тебе человек сказал да я хочу мне надо и ты вот просто срываешься и едешь я говорю да вот я прям срываюсь еду он мне так и сказал ну ты и дура почему вот потому что у любого человека спроси тебе нужны деньги конечно он ответит да но для того чтобы их заработать надо приложить усилия надо сделать определенные действия и но как показать как показывает статистика как показывает реальность большинство к этому не готовы и поэтому он не сказал прежде чем куда-то ехать дай человеку задание небольшое проверь его на истинность намерений то что он сказал да это еще это вообще ничего проверь его на истинность серьезность намерений то есть надо дать задание на три дня небольшое простое посмотри ролик о продукции посмотри например ролик о компании посмотри какое-то видео но как спонсор будущий если у вас получится до партнерства вы ошибку которую сегодня делают очень многие пойди в youtube посмотри это огромная ошибка вы ваша задача дать ему тот ролик чтобы он не копался в ютюбе чтобы он не искал да не будут люди ничего сегодня искать они все заняты своими проблемами поэтому ваша задача номер один дать посмотреть ему то видео если конечно это бизнес то о компании или например какое-то видео наших лидеров их огромное количество лидеры замечательные качественные ролики маркетинг если это уже человек с опытом очень много сегодня у нас есть людей которые сотрудничают компа с компаниями которые имели опыт работы они знают что такое компенсационный план маркетинг значит дайте ему маркетинг посмотреть но опять-таки вы должны ему дать они чтобы он искал поэтому для этого я всегда говорю у вас есть телефон у вас есть вайбер сделайте себе в вайбере зайдите вайбер и сделайте себе новое сообщество просто сделайте себе новое сообщество откройте и сохраните туда ролики рекламный ролик о продукции короткий если вы хотите да если у вас например того тот же ролик кузнецова биофизика более какой-то если надо более расширенный у нас огромное количество есть видеороликов о продукте то же самое касается о компании вы должны найти и сохранить себе чтобы они у вас были всегда под рукой и вы тут же раз и отправили человеку если человек говорит да нет не надо вот что-то для здоровья вы тут же отправляете ему ролик для того чтобы он посмотрел но опять-таки это касается и бизнеса и здоровья потому что когда человек тоже задавать вопрос глупо ты хочешь вообще вылечиться от своих болезней ну конечно хочет но опять-таки хочет это не означает я готов понимаете поэтому хоть значит надо все равно дать этот ролик посмотреть то есть дать задание через три дня вы и так надо и сказать через три дня тебе позвоню у тебя конечно будет будут вопросы на которые я смогу тебе ответить и вот через три дня вы уже четко поймете серьезность намерений этого человека потому что если человек действительно нуждается по-настоящему хочет он вам позвонит уже на следующий день но никак не через три дня но вы через три дня позвоните и чем может быть он и через три дня но посмотрел но как я уже как имея опыт да когда ты звонишь тебе говорят там мне не было времени у меня были внуки у меня была дача у меня был огород все это что для вас означает что здесь нет серьезности намерений и вот тратить время на этого человека максимально просто не стоит его надо записать в список всем касаний я думаю вы все знаете что такое всем касаний в бизнесе у вас должен быть блокнотик и вот там должны быть выписаны эти фамилии с телефонами 7 касаний и вы позвоните ему через два-три месяца и спросите ну как у тебя сегодня как ты вообще готов еще раз посмотреть видео и еще раз встретиться со мной через три дня и мы с тобой пообщаемся поэтому первое очень важный момент это задание то есть вы чтобы проверить человека на серьезность намерений чтобы вы не тратили мне время зря свое не свои усилия ну а теперь давайте посмотрим что кто такой спонсор современном сетевом маркетинге и какие его задачи что вы должны понимать что спонсор это помощник его задача научить помочь вдохновить и и вдохновлять корректировать и благодарить и вот мы сейчас очень коротко пройдемся по вот этим необходимым задачам ну и первое конечно помочь в чем заключается помощь спонсора на начальном этапе когда человек только пришел он только пришел и вот здесь важно знать это правило что первую его лично приглашенный обязательно должен помочь подписать спонсор потому что есть такая пословица которую вы все знаете нет пророка в своем отечестве хоть у вас десять высших образований хоть у вас пять семь пядей во лбу но ваши знакомые а мы начинаем с того что мы приглашаем кого знакомых у них а вас уже давно сложено определенное впечатление это мы позже с вами разберем но вы должны просто понять что пригласить человека надо и рядом должен сидеть ваш помощник то есть ваш спонсор который первую презентацию о бизнесе расскажет он и вот так надо делать со всеми вашими лично приглашенным это ну это азбука скилого маркетинга и если те кто этого не делают те не получают результат не получать по статистике у них очень слабая динамика следующий очень важный момент это миф который существует сегодня что сначала надо пройти обучение потом начинать работать это миф в сетевом маркетинге начинать работать надо сразу сразу только человек принял решение а спонсор помогает и почему это важно потому что как раз в процессе помощи подписания вот и начинается обучение и вот тут тоже очень важный момент который мы должны все помнить и дальше передавать информацию помощь спонсора должна быть оказана максимально только первого и второго уровня потому что если вы будете стараться всем помогать у вас просто не хватит сил физических сил и энергии поэтому и об этом надо сразу предупреждать чтобы потом не было то что происходит сейчас когда спонсора используют просто просто уже используют понимаете и десятый уровень и пятый и десятый и двенадцатый спонсора просто используют почему потому что человек не хочет становиться спонсором он не хочет брать на себя ответственность поэтому и самое важное что вы должны сказать своему партнеру что он обязан присутствовать на всех встречах он обязан присутствовать а не так как опять практикуется присылаю человека сами не приходят вы обязаны сидеть рядом вы обязаны молчать и слушать писать это и есть начало обучения это очень важно даже если как бы спонсор тоже только начинать но все равно больше знает чем вы и этого правила надо придерживаться обязательно это закон сетевого маркетинга следующая очень важная задача спонсора научить и первое чему вы должны научить своих партнеров что и они должны это понять и вы должны это понять что наш бизнес это просто это очень просто просто надо просто показать вот продукт сейчас минуточку да вы просто ему показывают вот продукт я его применяю каждый день регулярно у меня вот такие результаты а у моей сестры вот такие результаты а вот у человека с германии вот такие результаты и вот здесь очень важно чтобы у вас тоже была подборка результатов я подписана на очень многих лидеров других сетевых компаний почему мне тоже мне важно мне интересно как они мотивируют как они подписывают что они используют так вот я вам хочу сказать что все они абсолютно все показывают фото до и после не только себя своих партнеров они берут эти результаты с других стран неважно но вот эти результаты это и есть тот необходимый инструмент который позволяет человека убедить в эффективности нашего продукта поэтому все очень просто никакой сложности вот он продукт он у нас есть в Украине мы его получаем быстро потому что у нас представительство в Украине я его применяю у меня вот такие результаты у моей сестры такие а вот посмотри результаты из Германии а вот посмотри там результаты еще где-то и дальше идет диалог скажи людям сейчас нужен такой продукт да или нет конечно да конечно да так так вот дальше вы рассказываете я его принимаю каждый день регулярно я о нем рассказываю я даю его попробовать люди подписываются потому что они не хотят болеть стареть и преждевременно умереть а я получаю доход это сложно это просто и чем больше людей узнают от тебя о нашем продукте тем больше будет у тебя доход поэтому вы должны это сами понять что наш бизнес это просто никакой сложности здесь нет и точно также вы должны обучать своего партнера чтобы он понимал это потому что там где сложно люди не хотят сегодня во всем мире сложно все сложно экономическая ситуация сложная политическая ситуация сложная все сложно а если еще и мы бизнес сложный дать но поэтому человек и говорит нет я не буду в этом участвовать так вот формула успешного современного сетевого бизнеса она заключается в чем просто когда человек понимает что это просто это он будет что он дубликация дает скорость и это все дает результат потому что когда вы говорите это просто вы просто покажите ему дубликацию двоечки покажите ему дубликацию троечки вы просто ему покажите вот два человека в месяц что ты будешь получать через год какое какая у тебя будет структура и какой у тебя будет товарооборот у нас достаточно много есть таких вебинаров таких школ Татьяны Бугаенко от нашей замечательной где она это все показывает а если два человека в неделю то вообще через полгода десять тысяч евро в месяц то есть формула и чек должен понять что просто это делается просто два человека в месяц если два человека в неделю это вообще замечательно сейчас очень важна скорость потому что если человек на четвертый или на пятый месяц увидит пятьсот евро на своем балансе конечно для чего это надо он поверит это вера это дает уверенность в том что компания держит свое слово что у меня классный бизнес-партнер что мои усилия не пропали даром поэтому очень важна скорость потому что она дает результат и это вот вы должны понимать и вы должны донести до своих партнеров даже до одного он тоже должен это понимать поэтому еще раз повторю что формула успешного современного сетевого бизнеса это просто просто значит это дубликация дубликация дает скорость и это все приводит к желаемому результату и да я вот здесь специально еще одно высказывание Рокфеллера поставила да думай о том как заработать пятьдесят тысяч долларов в месяц можно больше меньше нельзя это цифра была рекомендована Рокфеллером не просто так дело в том что богатые люди в нашем мире ежемесячно тратят не более пятидесяти тысяч долларов вот это та сумма которой надо стремиться потому что мы с вами тоже уже понимаем насколько важно о чем мы думаем какие мы себе ставим цели какие мы себе ставим цифры если мы пришли как бизнес партнер в компанию понятно что это не сразу достигается для этого надо время но пятьдесят тысяч долларов в месяц в компании пел зарабатывать намного легче чем в других компаниях намного легче потому что у нас компания отдает 63 процента ну а теперь давайте с вами разберемся как правильно сегодня работать самому и как правильно обучать своего партнера как сегодня важно особенно это касается как привлечь внимание своего близкого окружения первое что необходимо сделать и вам если это вы не сделали и это говорит партнеру если вы серьезно приняли решение то есть ваша серьезность намерений по десяти бальной системе от одного до десяти на цифре десять а не на цифре шесть или на цифре пять и вот будьте сейчас честны сами с собой нарисуйте себе прямую линию напишите единица десять поставьте там два три четыре пять и сами честно себе признайтесь у вас вот по этой шкале где вы находитесь именно в позиции серьезности намерений шестерка пятерка восьмерка или все-таки десятка так вот если все-таки десятка то надо сразу начинать действовать и что надо сделать надо всех оповестить максимальное больше большее количество людей всех кто у вас в телефоне соседей друзей родственников неважно вы должны всем просто всех оповестить и сказать все я решила сегодня заняться бизнесом все я приняла такое решение потому что вот потому что у всех разное ну если мы говорим о бизнес то бизнес однозначно подразумевает заработать денег заработать денег потому что сегодня все в этом нуждаются потому что мне надоело я представлена пример если это допил я когда я уже предпенсионного возраста я я не я не представляю что такое сегодня наши пенсии это не жизнь это нищета то есть мне придется продолжать дальше работать и тяжело работать начнем с этого кому мы нужны сегодня шестидесятилетние да никому мы не нужны или только на или убирать или извините ухаживать за стариками а свое здоровье поэтому я решила заняться бизнесом потому что вот сами напишите себе почему вы потому что это это и есть самомотивация поэтому первое оповестить максимальное большое количество людей не надо ждать никакой обратной связи если позвонят спросят опять-таки да но давай встретимся я тебе расскажу по телефону ничего рассказывать это мы дальше еще поговорим о методах да какие есть варианты как правильно рассказать людям о том чем вы занимаетесь но первое это максимально всех оповести следующий шаг что очень важно понимать они об этом узнают и они начнут за вами наблюдать особенно это касается вашего близкого окружения окружения все начнут за вами наблюдать сначала будут хихикать чего-то там естественно мы это все проходили дорогие я это все проходил у меня мой круг окружение свое время мне показывали его так и стихи хика за спиной я это все я абсолютно на это не реагировал потому что у меня была цель которую сегодня я я добилась того чего я хотела добиться поэтому не надо обращать на это внимание но что важно потому что одна из причин почему люди не верят в млм они не верят вам почему потому что люди все знают как выглядят успешные люди как они ходят как они разговаривают как они одеваются и если вы не соответствуете их картинки они вам не поверят поэтому поэтому задача ваша как спонсора самому это понять и начать и начать видоизменяться сейчас мы об этом поговорим и дать своим партнерам правильный старт потому что вы кем были для них учителем воспитателем я не знаю там кем угодно но только не бизнесменам вы никогда не имели свой бизнес и когда конечно же вы об этом говорите почему люди не верят они не верят вам в первую очередь так что надо делать надо начать формировать изменения надо начать трансформироваться и здесь не надо иметь огромное количество денег здесь надо просто пойти например сделать причесочку может быть поменять цвет волос купить новую сумочку новые какие то я не говорю о супер дорогих вещах может быть надо имидж немножко поменять может быть уйти от возрастной одежды к более молодежной к джинсу например даже одежда молоди вы может быть внешне и не помолодеете но помолодеете из-за имиджа потому что вы начинаете потихоньку меняться и люди ведь за вами надо помнить за мной наблюдают какой-то парфюм купить себе другой посмотреть зайти в интернет посмотреть какие там парфюмы сегодня как бы в топе но надо формировать изменения потому что за вами наблюдают и вы должны это понимать конечно же посещение всех я не говорю что надо 24 на 7 сидеть и слушать вебинары но система гоу в компании пел мы сейчас тоже об этом поговорим вот она дает возможность нам быстро трансформироваться потому что дает знания помимо имиджа помимо внешности нам нужны еще знания мы должны знать о компании о продукте о технологии аккумуляции силы мы должны знать маркетинг пусть не супер там все тщательно и до конца прям знать в каком какие экстракты находятся я даже не могу вам сегодня сказать в каком какие экстракты в нашем продукте находятся полностью разобрать нет я я знаю только ключевые вещи поэтому здесь но важно эту информацию надо впитывать себя и и чтобы вы могли об этом потом рассказывать цифры факты сегодня люди особенно эмоциям не верят они сегодня верят доказательством это цифры это факты и и результаты поэтому второй шаг это формирование изменений знаете есть такой классный анекдот когда у грузина спросили скажи дорогой какая машина самая лучшая и он ответил новый новая машина поэтому для вашего окружения даже сумочка дешевая но новая это уже будет плюс к вашему образу конечно если вы поменяете с немножко да причесочка цвет где-то освежите себя плюс одежда вы уже будете по-другому выглядеть но самое важное вы будете по-другому себя чувствовать вы понимаете вы будете по-другому ходить уже будете по-другому идти вы будете по-другому говорить вы будете по-другому совсем впечатление о вас будет складываться другое поэтому обязательно формирование изменений Это очень важный момент. То же самое и мужчинам, то же самое касается мужчин. Третий шаг – это трансляция изменений. То есть что такое трансляция? А тут вы уже должны просто говорить. Ой, ты знаешь, я вот была, я бы прочитала книгу «Богатый папа, бедный папа». Вот если бы я не стала бизнес-партнером компании «Пел», я бы никогда в жизни не знала, что есть такой замечательный Роберт Киосаки, и у него такие замечательные книги. Трансляция изменений. Вы начали принимать продукт, вы должны говорить. Вот я, кстати, специально сейчас вот вам даю такие как определенные, вот как они называются по-модному, забыла, ну, предложение определенное, как правильно транслировать изменения. И вот надо начинать со слова «представляешь». Представляешь, начала принимать дрожжи, у меня давление пришло в норму. Какое счастье! Я не буду больше травить свой организм лекарствами. Эмоции тоже очень важны. Не стесняйтесь своих эмоций. Но эмоции – это не руками размахивать и слюной брызгать. Счастье должно быть на лице. Конечно, эмоции. Представляешь, я заработала за месяц пусть 500 долларов, пусть не 3000 долларов, пусть 100 евро я заработала или 200 евро. Пойду куплю себе сумочку, которую давно хотела, но не могла себе позволить. Или пойду, наконец-то, куплю себе хорошие кожаные зимние сапоги. Представляешь, начала пользоваться косметикой всего неделю. Лицо посвежело, сухость ушла. Чувствую себя прекрасно, вижу. Ну, узнала вчера, представляешь, у человека из, пусть Германии или из Израиля. И после курса приема драже прошел цариаз. Картинки, картинки. У нас таких картинок великое множество этих картинок. Великое множество. И вот эти картинки у вас должны в вашем быть телефоне собраны, чтобы вы могли сразу это показывать. И вот так делают эксперты в сетевом маркетинге. Они показывают картинки. Поэтому хочешь результат под своей сети, а это значит, мы говорим о товарообороте, о стабильном, постоянном товарообороте. Хочешь результат – разожги огонь страсти. Все горючее в эмоциях. Потому что если вы будете каким-то таким печальным голосом рассказывать свой результат, если у вас нет результата, еще нет, потому что приходят с букетами. Ну вы же знаете, у нас есть поговорка, пока петух не клюнет. Букеты. Нет живого места в организме. Везде диагнозы. Голова – диагноз. Щитовидка – диагноз. Желудочно-кишечный тракт – диагноз. Почки – диагноз. Гинекология – диагноз. Урология – диагноз, кости – диагноз. Все, везде диагнозы. И поэтому, конечно, при таких букетах ждать, что вот я сейчас выпью три дрожжей – все, и мой букет уйдет. Это нереально. Поэтому… Но есть результаты других людей. И вот что делают эксперты в сетевом маркете. Они новички. Их обучают так, спонсоры. Они делятся результатами других людей, пока не имеют своего. Но ты начал принимать дрожжей – заведи блокнотик. Начинай писать свои ощущения. Я помню, когда я начала принимать дрожжей. Это было три года назад. И я начала принимать Мелс. Я просто… Я почувствовала… Я не знаю, может быть, я, конечно, очень чувствительный человек. Не у всех такая чувствительность. Есть, знаете, есть такие тонкокожие, а есть толстокожие. Но я его почувствовала. Я сразу почувствовала энергию. Я сразу почувствовала, как у меня вот, я не знаю, покалывание пошло. Да, это открываются капиллярчики. Поэтому нет пока своего результата. Используй результаты других людей. Поэтому почему важно быть на вебинарах в среду? Татьяна Бугаенко, наш премьер-директор, наш спонсор, она такие сегодня по средам. У нее рубрика замечательная. Поделись результатом. Там результаты люди сами рассказывают. И вот они должны быть у вас в вашем вайбере. Потому что… И они должны быть подписаны. Там человек говорил о такой болезни, там о такой болезни. А к вам обратились с этой проблемой? Отправьте. Пусть слушает людей. Потому что именно когда люди сами рассказывают результат, это убедительно. Люди доверяют. А не когда мы просто пишем. Поэтому эмоции важно. А не за унывным голосом рассказывать. Да вот я начала пить. Я просто, когда прошу своих партнеров, первое, вот что делает, например, спонсор, он обязательно говорит, тебе нужна твоя история. Бизнес, сетевой маркетинг – это бизнес истории. И вот эта история должна быть у вас, у всех. История о вашем… О применении продукции – ваша история. И история, конечно, бизнес история. Когда вы пришли, кого пригласили, почему это важно? Потому что если вы хотите, чтобы за вами пошли люди, вы должны очень быстро сами, вы должны это понять, вы должны очень быстро получить результат. Но если много проблем, вы его не получите за два месяца. Может быть, где-то что-то вы почувствуете, где-то боль притупилась, где-то, может, давление немножко поднялось или опустилось. Но я… Это я говорю о нас после 50-ти. Но те, кто помоложе, там легче. Там не настолько серьезные букеты. Поэтому они быстрее получают результат. Очень быстро. Но эти результаты как раз и нужны для чего? Чтобы вы могли показать пример. Вот тут очень важно понять, что пример. Люди идут за спонсором, который показывает пример. Пример во всем. Пример потребления продукции. Пример встречи, звонки. Пример. Если от вас нет этого примера, то, конечно, у вас будет вяло текущий процесс. Подписался человек, ушел, перестал работать. Почему? Да вроде бы загорелся. Захотел. Интересно. Но. И вот причина в том, что человек пришел на бизнес и захотел, но не пошел, причина только скроется в вас. Только вас. Потому что вы, как спонсор, не сработали. Вот поэтому вы должны это понимать. Следующая очень важная задача спонсора – научить учиться партнерам. Потому что он пришел осваивать совершенно новую для него профессию – сетевой бизнесмен. Это бизнес. В сетевом маркетинге, как я уже говорила, есть свои правила, законы. И он обязательно должен начать их изучать. И вот наш бэк-офис замечательно. Как раз я специально сделала скрин для того, чтобы вы увидели, что у нас прекрасный обучающий ресурс. Заходите в APL-офис, нажимаете меню, открывается меню и открывается первый шаг. У новичка открывается первый шаг. Он нажимает на этот первый шаг и у него открывается вот. необходимые знания, дополнительные знания, шаблоны тренингов. Кстати, вот здесь как раз очень подробно расписан состав наших драже и рекомендуемые книги. Вот что, чему вы должны научить вашего партнера. Каждый день, час-два, он должен заходить сюда и, конечно, прочитывать какую-то, какую-то тему, раздел. Потому что вот мы видим здесь, что ему необходимо. Это внешний вид имидж успеха, список, как мотивировать себя, постановка цели, почему так важен спонсор. О постановках целей мы сегодня поговорим. Правила эффективного общения. Ну, то есть, но в большей степени ему, конечно, необходимо это книги. Это вот тут, что необходимо и дополнительные знания. Потому что здесь именно те книги, которые ему необходимо прочитать. Это 10 уроков на салфетку. Это мой первый год в сетевом маркетинге. Они все здесь есть. Поэтому задача спонсора научить учиться. И это тоже вы должны понять. Если вы еще этого не прочитали, есть, то вы должны сами с этого начать. Потому что это и есть база. Это основные знания. Необходимые знания, дополнительные рекомендуемые книги, шаблоны тренингов. Вы должны сами обязательно это все прочитать. Ну, а если у вас уже несколько партнеров, 5-6 бизнес-партнеров, то вам, как спонсору, нужно уже это если вы даймонд, то вы сможете уже открыть второй шаг. Второй шаг, как даймонд. И вот во втором шаге у нас есть 14 встреч. Вот вы, как спонсор, как помощник, как заботливый помощник, для того, чтобы ваши партнеры получили необходимые знания от вас. А почему важно, чтобы от вас они получили? Потому что так будут расти ваши авторитеты, репутации. Вы должны провести с ними эти 14 встреч. согласовать день. Два дня в неделю это вообще идеально. Три, но потому что это надо делать быстро. Сегодня желательно все делать быстро, потому что важна скорость. Я сказала, человек должен получить свой результат очень быстро. Дальше очень важный момент и то, что страдает им все. Кто должен обеспечить новичка необходимыми инструментами и объяснить их необходимость? Спонсор. Это его задача. И вот у меня сейчас вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы встречали бизнесмена, у которого нет визитной карточки? Да или нет? Напишите в чате. Вот человека, у которого свой бизнес, есть у него визитные карточки? Конечно. Почему их нет у вас? Почему их нет у вас? Копейки стоит заказать пойти себе 100 штук с логотипом APL. Написать свой статус. Тем более, если вы Diamond, управляющий директор. Только не Diamond, управляющий директор. Сделайте тебе визитные карточки. Дальше обязательно должен быть каталог, пробники, буклеты. Зачем это надо? Потому что когда ко мне приходят мои партнеры и говорят вот у меня нет товара оборота. Я говорю открой сумку. Открой сумку. Где буклеты? Где каталог? Где визитные карточки? визитные ты не бизнесом занимаешься. Ты просто пришла потусуваться. Это не бизнес. Поэтому все вопросы к себе. Почему у тебя нет необходимых бизнес-инструментов? А зачем это надо? Чтобы провести эффективную профессиональную презентацию. Алгоритм очень простой. Расскажи, покажи, дай попробовать. Чтобы вы понимали, что когда вы просто рассказываете, человек запоминает всего лишь 10% информации. Вот вы ему рассказали, он пока домой пришел, он уже все забыл, что вы ему рассказали. все. И завтра он уже не вспомнит вообще, о чем он с вами разговаривает. Вот если вы ему рассказывая, показываете, то есть у вас каталог с картинками, вы рассказываете и показываете картинку, он запомнит уже 30-25-30%. Но если вы ему расскажете, покажете и дадите попробовать, это то, о чем говорит Сергей Куликов, для чего нам дают промоушн, для чего нам дают такие промоушены, чтобы у нас было много презентационного продукта. Так вот, когда именно так проведена презентация, человек запоминает 80% информации. Хорошо, вы рассказали, вы показали, вы дали попробовать, но вы ничего не оставили, человек, ни буклета, ни визитной карточки, вы ничего не оставили. И как вы думаете вообще, да, вот насколько эта встреча будет эффективной. Поэтому вы, как спонсор, обязаны вообще-то это иметь у себя в сумке постоянно. И, конечно же, об этом, доносить об этом своим партнерам. Потому что без этого не будет бизнеса, его не будет. Или он начнется и тут же быстро и закончится. следующий очень важный момент и задача ваша как спонсора, ваш партнер сразу должен услышать от вас, что будут отказы. Сразу вы должны об этом ему сказать. И то, что делают сегодня во всех компаниях, когда обучают новичков, задача очень простая собрать, что нет. Вот собрать, что нет. как я это делала в свое время, как меня обучали. Мне тогда было, нам тогда тысячу нет, нам надо было собрать. И я тогда собрала 50, и у меня уже было 5 партнеров. Но как я это делала? Я просто звонила подружкам и говорила, удели мне пожалуйста полчаса времени. Вот полчаса, у тебя есть полчаса? Ты можешь мне полчаса? Вот я приду, ты меня послушаешь и все, и ты скажешь мне нет. Вот так я подписывала своих первых бизнес партнеров в 1999 году. Я шла сама к ним, я шла к ним сама, я понимала, и я сегодня это понимаю, а сегодня тем более, сегодня люди в таких проблемах, что им куда-то идти, что-то там слушать, лучше идите вы, вы идите, и тогда у вас больше шансов, что человек действительно вас услышит. Следующая задача спонсора научить его приглашать по телефону, что говорить, как говорить, ну кто должен научить новичка это делать? Конечно спонсор, и вот тут вопрос, а вы это умеете делать? Вот это вопрос из вопросов, понимаете? Вы это умеете делать, особенно сейчас, современный сетевой маркетинг, он сегодня, так как нас учили делать звонки в свое время, это не работает, это просто не работает, поэтому сегодня надо просто коротко звонить или идти самому человеку, или звонить и говорить, удели мне пожалуйста 20 минут своего времени, надо поговорить, очень срочно надо поговорить, назначайте встречу в кафе, но не забываем, что вы должны быть со спонсором, все, вот это работает, когда вы идете сами, да, вы даже можете без спонсора прийти первый раз, потому что чужого человека везти в дом, это тоже неправильно, но придите вы с каталогом, с пробниками или с продуктом, но вы должны тогда правильно провести презентацию, но ваша задача одна, собрать 100, нет, но если вы подготовлены будете, и тут очень важно, вы будете знать о компании, что у нас свое производство, что компания наша лидирует, находится на первом месте среди компаний прямых продаж, это то, что мы сегодня выставляем во всех чатах, что наш продукт Гроу первое место завоевал, но вот это все надо знать, и это и есть цифры и факты, которые убедительны, поэтому научить, приглашать, что говорить и как говорить, это тоже задача спонсора, если вы еще не можете этого делать, идите к своему спонсору, звоните и говорите, научи меня, я не знаю как правильно, научи меня, что говорить и как говорить, дальше какая задача, да, ваша задача подобрать ему несколько результатов с фото, чтобы он смог показывать их, пока не имеет своих, это то, что я говорила, да, но обязательно завести свою тетрадь или блокнотик, записывать свои ощущения, сделать фото до и после, особенно, если человек начинает трансформироваться, да, то есть, человек принимает решение, особенно, это касается женщин, когда была голова седая, пошла, сделала коротенькую там стрижечку деловую, подкрасилась, изменила имидж, сделай фото до и после, ваша задача показать ему, где искать результаты по применению продукции, это тоже ваша задача, потому что, у меня сегодня есть чат в телеграм-канале, и вот то, что я наблюдаю, честно, у меня вызывает просто такое негодование, ну, это печально, людей вообще не информируют, вообще, понимаете, то есть, вот купил, и слава богу, и так скорее и забыли о нем, и мне это все пишут, и мне все пишут, а где то, а где, ну, YouTube, Google, написали ваш диагноз, напишите APL, включите, да там десятки тысяч результатов, нет ни одной компании, которая бы имела такое количество результатов в интернете, следующая задача спонсора, разобрать с вашим партнером бэк-офис компании, до мелочей, и вы должны ему это объяснить, и показать, как правильно сделать заказ, вообще сделать ему экскурсию по бэк-офису, где у партнерская ссылка, где клиентская ссылка, и человек пришел серьезным намерением заниматься бизнесом, поэтому бэк-офис, это важно, он должен его знать, он должен видеть, и вот каждый абсолютно, вы должны разобрать с ним каждый раздел, финансы, магазин, а где посмотреть это, а вот структура, а вот бинар, а вот как можно посмотреть структурный бонус, а вот как можно посмотреть лидерский бонус, ведь у нас в бэк-офисе все абсолютно есть, выписка, человек что-то купил, сразу же высвечивается, и ваша задача, его, конечно же, с этим бэк-офисом, вы должны его познакомить, и, конечно, задача спонсора, разобрать с ним маркетинг, хотя бы самые основные виды дохода, и уже через неделю ваш новенький партнер должен это знать, потому что это и есть скорость получения ожидаемого результата, поэтому тут можно сказать, что есть 15 видов дохода, но разбирать его досконально, постепенно, не сразу, покажите ему четыре основных вида дохода, что он будет получать, если он будет делать вот такие-то действия, как когда-то меня учили, что человек пришел на встречу, и он хочет услышать ответ на три вопроса, на три, что я должен делать, сколько я должен вложить, и что я за это буду иметь, вот они три вопроса, на которые вы должны ему ответить при встрече, он вам их не задаст, у него это в голове, но вот вы должны, вот как раз эти три вопроса, вы должны держать у себя в голове, когда вы ему презентуете компанию ИПЛ как бизнес партнера, еще раз повторю, что я должен делать, что я за это буду иметь, и сколько мне надо вложить, вот они, на эти три вопроса вы должны ответить, а что мне делать, я уже вам только что сказала, это просто, вот, я принимаю, они их рассказывают, и так далее, это просто, это не сложно, следующая задача спонсора вдохновлять, ну, есть другое слово мотивировать, но мне больше нравится вдохновлять, и вот это очень важно, потому что мотивация, это мы постоянно надо делать, вдохновлять это не заставлять, не насиловать, не дожимать, вдохновлять, то есть чаще напоминать человеку, что у него все получится, да у него все получится, к сожалению, по статистике маленький процент людей, которые вот прям сразу раз и включаются активно, их мало, вот таких, большинство все-таки еще людей, они думают, размышляют, ну то есть природа, природа дает способности и таланты к бизнесу всем, абсолютно всем, нет таких людей, у меня нет таланта к бизнесу, да, конечно, математику не знаешь, ты в школе что, математику не учил, или ты ничего в своей жизни никому не предлагал, ты никогда не предлагал людям ничего в этой жизни, ты не предлагал ему пойти посмотреть какой-то фильм, вот тот, или купить колготки не в этом магазине, а в том, потому что там акция, там купишь две пары, тебе одну дадут в подарок, да нету таких людей, но там тебе за это не заплатят, а у нас за твою рекомендацию тебе заплатят, поэтому людей надо вдохновлять и объяснять им, что у всех абсолютно есть талант, тем более к сетевому маркетингу, потому что это просто, потому что есть продукт, который сегодня нужен всем во всем мире, потому что это твое здоровье, потому что никто не хочет болеть, стареть и преждевременно умереть, то, что говорит наш президент Сергей Сергеевич Куликов. Анти-эйджинг против старости, самое востребованное направление во всем мире, мы в этой нише работаем, поэтому надо об этом говорить и вдохновлять это чаще напоминать и говорить, что ты сможешь, у тебя все получится, но наш бизнес, конечно, не все люди за тобой побегут, которым ты сделаешь предложение, идет отбор, кто-то придет на позже, через какое-то время, но если ты упорно будешь идти к своей цели, не сворачивая с этой дороги, то ты к ней обязательно придешь, через время эти люди, которые тебе сказали нет, они к тебе придут, и это у нас у всех, у лидеров, у нас у всех есть эта статистика, когда я пришла в компанию и пел, я разослала очень многим людям предложения, некоторые включили сразу, а некоторые пришли только через полтора-два года, понимаете, ну не все быстро в состоянии принять решение, отойти, выйти с комфортной зоны, но вы это прекрасно знаете, поэтому вдохновлять это очень важная задача спонсора, что у тебя все получится, ты, у нас у всех есть способности, главное верить в себя, вера в себя, это есть фундамент, вот есть фундамент сетевого маркетинга, да, это вера, вера в компанию, вера в продукт, вера в себя и вера в команду, это фундамент, вера в своих партнеров, поэтому вера в себя, это верить, ты должен понимать, что он всего может добиться в этой жизни, но напоминать ему об этом должен, конечно, спонсор. Потому что человек, он забывает, особенно у нас касается женщин, это работа, это дети, это готовка, это вот в такой вот ситуации. И мы забываем об этом. Поэтому надо вдохновлять. Мотивация, конечно, это тоже очень важно. Ну, то есть вдохновлять, можно сказать, мотивировать. Но мотивировать, да, на то, что ты можешь. Ты звони, давай. Не останавливайся. Вдохновлять. Еще очень важная задача спонсора, это помочь прописать партнеру его цели. Так вот сейчас я вам хочу сказать, что с чего начинать? Начните с его проблем. То есть сделайте его проблемы его первыми целями. Его проблемы сделайте его целью. Не надо ничего там придумывать себе. У человека есть проблемы. Есть проблемы со здоровьем, есть проблемы с ним. Куча проблем. Так вот, эти проблемы и устранение этих проблем должно и стать целью человека, первыми целями человека. И пусть он их запишет вместе с вами. И потом начнет постепенно вычеркивать эту проблему. Но на место решенной проблемы должна быть написана другая цель. Но это уже будет не проблема, а это уже будет желание. Потому что говорить сегодня людям о том, вот ты желал, когда-то запиши, это все сегодня не работает. сначала надо устранить проблемы из жизни, а потом эти желания не сами появятся. Появится желание вдруг действительно куда-то поехать отдохнуть. Потому что когда есть проблемы, желания спят. Они просто закованы. Они закованы огромным количеством проблем. И человек их не слышит. Но вот когда проблемы решаются, тогда просыпаются желания. И вот тогда уже будет составляться другой список. И вот это будет правильно. И тогда это осуществимо. Осуществимо. Еще есть одна проблема в сетевом маркетинге, в современном. Что сегодня останавливает людей принять решение прийти в сетевой маркетинг? страх. Потому что придется делать много и сразу. И вот эта проблема очень серьезная сегодня. Почему она отходит к сожалению от устаревших стратегий. Устаревших стратегий. Поэтому скорость достижения цели. Вот не зря японцы придумали очень простую эффективную технику, которая позволяет очень комфортно покинуть зону комфорта и в то же время двигаться к цели, не останавливаясь, не бросая своих усилий при первых же препятствиях и неудачах. Это кайдзен искусство маленьких шагов. Как не бросать начатое? Переводится кайдзен постоянное улучшение. Постоянное улучшение. Основные принципы системы начинать надо с малого. Одна встреча в день, но каждый день. Или раз в три дня, или раз в неделю. Это вы уже будете писать. Но регулярно. Здесь очень важно понять, что это должно быть регулярно. Потому что если человек сразу берет высокий темп, его могут удержать только люди с опытом, с навыком. И этот темп идет на этот темп конечно осознанно, потому что есть опыт, есть знания, есть понимание, что надо очень быстро, очень быстро всю эту информацию о компании, о продукте, о маркетинге, очень быстро все преимущества выучить и начинать транслировать, проводить презентации оффлайн, онлайн, не важно. Но да, это люди с опытом, они это понимают, они это делают. но большинство к сожалению не могут так, природа не дала им такие способности, но вот этот высокий темп его очень трудно удержать и когда после срыва очень труднее начинать, то есть 24 на 7 работа она выматывает, вот поэтому кайдзен это и есть искусство маленьких шагов, то есть вы лично должны для себя определить тот минимум, который вы будете делать каждый день. Один звонок в день, один звонок в день, кому угодно, привет, как дела, как живешь, все, вы все услышите, вы услышите про здоровье, вы все услышите, представляешь, я только вчера узнала, если это начнется о здоровье, представляешь, я только вчера узнала, что у нас в Украине появились такие уникальные, такой уникальный продукт, которым Германии пользуются шесть лет, пойдем завтра послушаем вместе, мне это интересно, я тоже хочу избавиться от своих болезней, научиться говорить надо просто, ничего не придумывая, то же самое касается денег, то есть определите себе тот минимум, который вы будете делать каждый день, сколько времени вы готовы сегодня посвятить своему бизнесу, сколько времени, и тут вот важно, что пусть вас не пугает медленное движение, именно медленно, мелкими шагами вы уйдете дальше, чем если сделаете рывок, а затем по объективным причинам бросите, а снова начать будет сложнее, поэтому надо прописать себе минимум, который делается в любом случае, хоть камни с неба, можете чуть больше, если есть настроение, пожалуйста, но завтра снова минимум, поэтому без фанатизма, даже если это пока не будет соответствовать вашему желаемому уровню, вашему идеалу, вы начнете делать маленькие шаги к лучшему, и вы должны понимать, что лучше медленно двигаться, чем топтаться на одном месте, и очень важно делать все с удовольствием, без жертвенности и чрезмерных усилий, а вот система кайдзен как раз это и дает. Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Итак, одна встреча в день или одна встреча раз в три дня, но регулярность вы пропишите себе этот минимум, субботу и воскресенье оставляйте свободными, а потом просто посчитайте, сколько людей узнают от вас о продукции через месяц, если одному человеку в день вы расскажете о компании и о продукте, а через три месяца, а через полгода сколько людей узнают и станут клиентами и вы уже будете получать пассивный доход. Поэтому используйте эту систему кайдзен. Она фантастически работает, но самое главное, она не напрягает. Вы делаете это комфортно, с удовольствием, она не мешает вашему как бы уже созданному какому-то каким-то традициям, она вам не мешает. Но здесь очень важно слово регулярность. Если вы себе прописали, то вы под камни с неба, что бы ни происходили, вы обязаны это сделать. И вот тогда у вас конечно будет результат. Следующая задача спонсора корректировать. Что такое корректировать? Ну здесь мы будем говорить о системе Гоу. И почему вы здесь на картинке видите банку с солеными огурцами, а рядом свежие огурцы. Для того, чтобы ваш новичок действительно за очень быстрое время научился о зампрофессии, то есть просолился, будем говорить, чтобы свежий огурец просолился, если его положить в банку к соленым огурцам, надо время. Так вот, чтобы он просолился и используется система Гоу. И вы, как спонсор, должны сами придерживаться этой системы. А что такое система Гоу? У нас все прописано. Понедельник это обратная связь со своими партнерами или партнером, даже если он один. Но в понедельник он должен это знать. В понедельник вы позвоните и спросите, как дела? Есть у тебя вопросы? Ты принимаешь драже? Ты не забываешь это делать? Люди забывают иногда в своей жизни. То есть это называется обратная связь с партнерами. Среда про продукт. Не забывать. Вебинар про продукт каждую среду проходит и вы должны там быть и ваши партнеры. Почему? Я уже вам сказала. Результаты все лидеры сетевых компаний, все абсолютно, которые сегодня зарабатывают миллионы, миллион долларов в год, они все ориентированы сразу на продукт и ориентируют своих партнеров на продукт. Поэтому среда под продукт, подключение партнеров к вебинару и самая главная задача спонсора объяснить, почему это важно, что каждую среду в такое это время, пожалуйста, час времени, это обучение. Просолиться он должен, просолиться, напитаться энергией Эгрегора Эйпел, войти в этот Эгрегор, чтобы уже тогда будет легче, потому что энергия Эгрегора Эйпел сегодня огромная. И когда человек придет время, когда он уже входит, когда ему помогать начинают все партнеры, которые есть в компании Эйпел, где бы они ни находились, даже в других ветках, конечно, все, идет помощь, огромная помощь, энергоинформационная помощь. Четверг про бизнес. Каждый четверг у нас есть вебинары, или мы отрабатываем навыки, или нам рассказывают маркетинг. Обязательно в четверг тоже человек должен понимать, что здесь маркетинг, здесь бизнес или навыки, он должен присутствовать. Ну и суббота это успешный старт партнера. Здесь как бы некоторые проводят, некоторые не проводят, но так как у нас четверг это про бизнес, и он у нас чередуется маркетинг навыки, маркетинг навыки, то субботу можно в принципе дать выходной своему партнеру, чтобы он побыл с семьей, больше уделил им внимания. Но вот это корректировать, это напоминать. Задача спонсора напоминать. Человек забывает. Вот пока он, чтобы он просолился, а что такое просолился? Он на автомате уже потом это будет делать, но потом. Но сначала нужна корректировка спонсора. Именно корректировка спонсора. И он таким образом человека постепенно партнер как бы становится уже настоящим сетевым бизнесменом. Следующая очень важная задача спонсора благодарить. Благодарность признак благородства души. Благодарность должна быть вообще в бизнесе как в традиционном, так и в сетевом маркетинге. Она обязательно должна быть и об этом все тренеры по бизнесу всегда об этом говорят. Это выражение признательности кому-то или чему-то за нечто сделанное ими, полученное нами, данное нам, сделанное для нас. быть благодарным значит быть позитивно направленным, быть искренним. И вот это тоже задача спонсора об этом говорить. Благодарные люди, они у них, они видят больше возможностей. Ну, так работает вселенная. Неблагодарные люди, это люди, которые постоянно несчастны, потому что у них ничего не получается, потому что они не благодарят. Ну, вы это все знаете, да, потому что неблагодарность это дочь гордости, это гордыня, один из величайших грехов, какие только существуют на свете. И поэтому все миллионеры, миллиардеры, у которых огромные бизнесы, все следуют закону благодарности. Они все это делают, они все знают, потому что если человек неблагодарный, он начинает осуждать, презирать, ненавидеть, раздражаться, предъявлять претензии, унижать словом, мыслью и поступками, но человек просто, к сожалению, не знает, что это заканчивается очень серьезными проблемами со здоровьем. Очень серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому здесь конечно важно человеку сразу об этом говорить, что сейчас минуточку почему-то у меня не заряжается компьютер, я не пойму что такое. Сейчас минуточку. включился подзарядка. Поэтому благодарность это очень важно и благодарить своих партнеров за за то, что он сделал закупку, сверхактивность или апгрейд. Это важно, это надо обязательно делать. Научиться быть благодарным очень просто, главное это делать. Ну и давайте еще раз вспомним, спонсор это помощник, его задача научить, помочь, вдохновлять, корректировать, благодарить. Научить еще раз напомню, самое важное, что он должен понять и вы должны, что наш бизнес это просто. Надо научить простоте. Ну и теперь самый главный вопрос, а готовы ли вы как спонсор? Знаете ли вы историю компании? Можете ли вы быстро в цифрах и фактах показать динамику развития компании? Можете ли вы провести по зуму презентацию? с партнером? Вы же понимаете, что ваш партнер может вам привести партнера из другой страны, которому надо рассказать, показать. И вот тут проблема возникает, потому что мы не знаем как. Как работать в зуме, как показать картинки. И этому должен учиться каждый сегодня, если мы хотим действительно, чтобы у нас была большая структура, которая будет делать товарооборот, мы должны сегодня все учиться работать в зуме, делать картинки. Хотя у нас компания есть в бэк-офисе уже готовый ПВК, просто надо скачать на компьютер и использовать его, но только надо опять-таки научиться работать в зуме. Поэтому спонсор для того, чтобы была динамика, для того, чтобы действительно человек пошел за вами, он увидел вас, я не знаю, того человека, который может его привести к лучшей жизни, в первую очередь дать ему возможность заработать. Но вы должны быть к этому готовы, как спонсор. Поэтому надо учиться, надо уметь провести презентацию о продукции, показать преимущества маркетинга, рассказать правильно свою историю, да, и учить проводить короткие убедительные презентации, конечно же научить партнера рекрутировать, звонить, что говорить, ну то есть да, здесь, конечно, надо этому всему научиться. И последняя задача ваша как спонсора научить вашего партнера быть спонсором. А спонсор это помощник, его задача научить, помочь, вдохновлять, корректировать, благодарить. И самое важное, все эти качества и навыки достигаются в процессе активной, регулярной работы с самого начала. Вот то, что я говорила, не надо давать говорить человеку, надо научиться. Месяц учиться надо, а потом приступай к работе. Нет, надо приступать к работе сразу, активно, с помощью спонсора. Ну и я хочу еще раз мое любимое высказывание Рокфеллера, да, прочитать. Я не думаю, что есть другое качество, столь необходимое для успеха любого рода, как настойчивость. Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Поэтому я хочу пожелать вам быть очень настойчивыми. если вы приняли решение и если все-таки вы еще на шкале от 1 до 10 честно себя обозначили в районе шестерочки или пятерочки, вы должны как бы уже здесь серьезно над этим подумать. Серьезность намерений и настойчивость, вот то, что я сегодня вам все рассказала, настойчивость это важно. Поверьте, это все приведет к результату. Ну и то, что нам говорит наша священная книга «Просите и вам дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют, потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют». Поэтому посмотрите сегодня компания APL. Посмотрите сегодня, мы опять на первом месте. Мы опять занимаем, мы уже на первом месте, как компания прямых продаж. Посмотрите, насколько мы сегодня опережаем всех наших конкурентов. Да? 9034 голоса сегодня отдано за компанию APL. Сейчас опять идет голосование на ресурсе «Бизнес for Home». Но вот это тоже у вас должно быть. Это очень важная информация, особенно для тех, кто занимается профессионально-сетевым маркетингом, потому что этот ресурс это очень почетный ресурс. И быть на позиции номер один, люди понимают, что это надежность, что нет стагнации, что динамика роста идет, что идет успешное развитие компании. Поэтому, дорогие мои, вот это тоже надо знать и стремиться вообще некоторые, конечно, могут сказать, да, ну, мне уже 70 лет, зачем мне это делать? Все уже отработалось, отбизнелось, но у нас примеров масса. Возьмите нашего лидера, платинового амбассадора Нину Шишкову, которой 70 лет, посмотрите на эту женщину, какой пример для нас всех, чтобы не останавливаться. Я просто понимаю уже как биоэнергетик, что любая остановка, особенно в этом возрасте, остановка в эволюции, остановка в развитии, приведет очень быстро к появлению огромной кучи болезней и, конечно, очень быстрому уходу. Полезность, полезность тебя как человека, твои знания, которые сегодня очень многим людям нужны во всем мире, твоя помощь, которая нужна. И вот эта полезность, и это я уже сто процентов знаю, определяет твое время жития. Именно твоя полезность. Если ты полезен людям, ты будешь долго жить, потому что это миссия, и это нужно людям. Для успеха самое главное, нужно быть энергичным. И действие, то есть совершил действие, оно было ошибочным, исправь ошибку и действуй дальше. Поэтому для успеха и в бизнесе тем более, не надо иметь семь пядей во лбу. Нужно быть энергичным и вовремя уметь исправлять ошибки. Ну и, конечно, самое важное хотеть этого, хотеть, желание должно быть. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Будьте счастливы, дай бог вам больших, огромных структур, очень большого чека, ну, мира нам и здоровья, здоровья всем и вам, и вашим семьям. Все, пока-пока, до следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо большое.